Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 37-й главе книги пророка Иеремии. В предыдущей 36-й главе царь Иаким совершает свое такое бессмысленное кощунство, разрывая на мелкие кусочки записанные Иеремией пророчества и сжигая их. И, как Иеремия сказал ему, не будет твоего потомка на престоле Давида После смерти Иакима вместо его сына Ихонии царствует Седыкия, брат Иакима, тоже сын царя Иосии, потому что Новохудоносор, царь Вавилонский, поставил Седыкию во главе этой области. При этом Седыкия и его царедворцы, видные граждане, жители Иерусалима, в общем, думают все время о каком-то таком реванше, о возможности победить Новохудоносора. И, в общем, такой своего рода у них все время в голове проект национальный, где-то прячется. И вот ни Седыкия, ни его слуги, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. Вот, собственно, что по-настоящему существенно. И в некоторый момент в Иерусалиме стало известно, что войско фараона выступило из Египта. Это время, когда Иеремей еще свободен в своих передвижениях в Иерусалиме. Его еще не арестовали, только вот наоборот, даже с некоторым интересом, когда узнали о походе фараонового войска из Египта, царь Седыкия посылает человека к Иеремии, пророку, сказать, помолись о нас Господу Богу нашему. Дело, собственно, в том, что когда фараоновое войско вышло из Египта, в сторону Святой Земли, соответственно, в Вавилоне они стали перегруппировать свои войска и отступили от стены Иерусалима, потому что, собственно, не такой уж важной это все вещью казалось. Гораздо важнее было остановить фараона. Скорее всего, они оставили небольшие какие-то силы следить за осадой. И вот при этом люди, которые сидят в Иерусалиме, услышали, что вот египтяне вступили в войну, увидели со стен, что халдеи там куда-то деваются, уже все прямо думают, что сейчас настанет благословенная победа. И, вероятно, с ожиданием именно этого царь Седыкия направляет своих людей к Иеремии, пророку. И Господь отвечает пророку, и пророк в свою очередь передает посланцам царя Седыкия следующее. Так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне, попросить меня. Вот войско фараона возвратится в землю свою, а город всей халдеи возьмут и сожгут огнем. Посмотрите, во-первых, это, конечно, очень обидно. Во-вторых, это страшно. Как же так? Нас бросают на погибель. Как же так? Иерусалим будет сожжен. В-третьих, это идет абсолютно вразрез с идеями национальной гордости. То, что говорит Бог через Иеремию, для слушателей Иеремии, в общем-то, ужасные слова, ужасные слова, которые приближают и конкретизируют собственно национальную катастрофу. И, знаете, ну, если честно смотреть на людей, на самих себя, то мы понимаем, что маловероятно, чтобы такие вещи сошли Иеремии безнаказанно. Он выступает непатриотично, нелояльно по отношению к царю и непатриотично по отношению к народу. Так нельзя. Это там информация, которую надо запретить. Это пророк, который пропагандирует радикальные взгляды, какой-то там вот национал-предатель, потому что он говорит о поражении, которое неизбежно. Ну, попробуйте перевести это на язык сегодняшних реалий любой, в сущности, страны, и станет понятно, как опасна для Иеремии складывающаяся ситуация. Иеремия продолжает. Так говорит Господь. Не обманывайте себя, говоря, непременно отойдут от нас халдеи. Не обманывайте себя. В данном случае речь идет о том, что пустой обманкой оказалась надежда, что египтяне отгонят халдеев. Ну, да, конечно. Вот не обманывайте себя, говорит Бог. Потому что Господь видит нас такими, какими мы есть. И нашу жизнь тоже. И вот это вот бульканье общественной пропаганды, которая тогда в основном была сосредоточена в том, что храмовые пророки возвещали со ступеней Соломонова храма, обращаясь туда вниз к толпе. Вот все это, в общем, самообман. Люди говорят то, что толпе и царю хочется услышать. И тот, кто говорит неприятную правду, оказывается в этой ситуации предателем, предателем Родины. Вот, на самом деле, чрезвычайно поучительная вещь. Потому что любое общество обязано думать о таких вещах и спрашивать себя, не обманываем ли мы сами себя, так ли верна та картина мира, к которой мы привыкли. Ну, я бы сказал, что учиться на такого рода ветхозаветных примерах – это, к сожалению, трудно, поэтому мало кто идет этим путем. И впрямь мы видим, что дальше, в конце концов, египтяне возвращаются в землю свою. Потому что не надо себя обманывать, надо слушать, что Бог говорит. А Бог вообще не обсуждал вопроса о том, халдеи, не халдеи, египтяне, кто там каким образом, в каком порядке будет побеждать. Господь говорил совершенно о другом, о том, что необходимо менять в жизни людей, чтобы отвратить это бедствие. В основном, конечно, вторая половина главы рассказывает о событиях, в центре которых сам пророк, сам Иеремия, он пытается уйти из Иерусалима. Обратите внимание, что он уже, в общем-то, не проповедует сам на вершине храмовой лестницы, а это за него делает варух, зачитывающий письменные тексты. А здесь, в этой главе, Иеремия уже пытается из Иерусалима уйти в землю Вениаминову, скрываясь из Иерусалима среди народа. Ну, потому что продолжение пребывания в Иерусалиме для него становится уже небезопасным. Но его узнали, его узнали. Это вам не Керенский в женском платье, а он просто постарался спрятаться в толпе и был узнан, и его задержали. И ему говорят, ты решил перебежать к халдеям, ты перебежчик, дезертир, предатель Родины. Вот Иеремию в этом обвиняют. И привели к князьям, князья озлобились, били и заключили его в темницу, бросили его в подвал. Иеремия сидит в этой темнице, и в это время царь Седыкия обращается к нему, посылает специального человека, чтобы забрать Иеремию из подвала и спрашивает его тайно, нет ли слова от Господа. Царь на самом деле, скорее всего, догадывается, каким может быть это слово от Господа. И поэтому спрашивает Иеремию тайно, не в присутствии царедворцев, чтобы можно было скрыть тот ответ, который пророк даст царю Седыкии. И в самом деле Иеремия говорит, да, есть, есть слово от Господа, ты будешь предан в руки царя Вавилонского. Потому что так ничего и не изменилось. Так все и кодят чужим богам, так все и пользуются разными магическими средствами и гнусными жестокими жертвоприношениями, чтобы купить себе благоволение этих самых чужих выдуманных богов и идолов. И самое главное, по-прежнему точно так же тоже зло и насилие, и ложь царят в отношениях между людьми. Ничего не изменилось. Ты можешь один раз спросить, нет ли слова от Господа, два, десять. Но если не изменилась твоя собственная жизнь, так и почему, на каком основании должно меняться отношение Бога к этой жизни? Поэтому Иеремия настойчиво говорит, да, есть слово от Господа, ты будешь предан в руки царя Вавилонского. И, кроме того, он спрашивает царя Сидыке, говорит, а почему ты вообще, с какой стати ты держишь меня в подвале? Ну и царь Сидыке в самом конце, в последних стихах этой главы, ну, в общем, задумался, в самом деле, стоит ли держать Иеремию в холодном и темном подвале и переводит его в другое помещение. До некоторой степени, конечно, описанные здесь события отчасти напоминают, знаете, историю с царем Иродом, который арестовал Иоанна Крестителя. Арестовать-то он его арестовал, чтобы заставить замолчать, но больше ничего не мог сделать и держал его в крепости и даже сам время от времени к нему приходил. Вот между Иеремией и царем Сидыке и происходит тоже нечто подобное. Продолжение следует...